Первый вопрос касаемо того, какие коррективы были внесены в подготовку. На самом деле каких-то серьезных корректив не выносили, потому что тренировочный процесс, который был до этого, он абсолютно мной принимался, и никаких своих каких-то кардинально других мыслей у меня не было по этому поводу. Этот процесс нами всеми вместе обсуждался, вырабатывался и проводился, так что сейчас каких-то серьезных корректив не было. По поводу реализации, да, есть проблемы с этим, тут объективно надо это признать, но факторов здесь несколько в любом случае. Тут нельзя на что-то на одно сварить, сказать, что недостаток мастерства или общекомандные только действия. Понятно, что, наверное, и то, и другое присутствует. Все матчи в этом положении, они, конечно, имеют для меня уже другое значение, да, и эмоционально я переживаю уже по-другому. Это ясно, потому что одно дело, когда ты находишься в роли помощника, другое дело, когда ты находишься в роли исполняющего адресовского волно-тренера. Тем более, что это домашняя игра, и все ребята, весь тренерский штаб хотели, чтобы сегодня мы заработали три очка и порадовали своих болельщиков. Но, к сожалению, этого не удалось. Безусловно, все расстроены этим результатом. Но что случилось, то случилось. Ну, мы надеемся, что ничего серьезного нет. У него начались спазмы мышечные, и он попросил замену. Никакого повреждения нет, и то же самое я могу сказать, что нет никаких вопросов по качеству содержания его игры в предыдущий матч. Просто на сегодняшний матч тренерским штабом было принято решение, что именно этот состав будет более эффективен. Ну, такой человек, как Дмитрий Ласьков, конечно, всегда полезен, я думаю, любому тренерскому штабу. Имея такой богатый опыт игрока, прежде всего, который он может передавать футболистам, плюс его профессиональные качества. То есть, он получил лицензию, которая соответствует тому уровню, на котором он работает. Он великолепно выполняет свои функции, которые возложены у него в том статусе, в котором он находится в тренерском штабе. Поэтому здесь одни только плюсы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова